Несколько месяцев в Айхале, как и в Мирном, действуют газовые заправочные станции. В основном там заправляется транспорт, переоборудованный под газ. Но месяц назад на линию вышла и специальная газовая техника. Как отнеслись к новым машинам водители и довольны ли они работой оборудования, выясняла Оксана Мезенцева. Как покажет себя техника, узнают предстоящей зимой. Этого периода водители и механики ждутся опасения. Обслуживать спецтранспорт негде, запасных частей попросту нет. Водители, как все новое, принимают с осторожностью. Дело в чем? Дело в том, что еще зима впереди, еще не знаем, что покажет. Я говорю уже, расходных материалов нет. Сейчас фильтра осенью не заменит, а точно он замерзнет? Именно фильтр. Потому что все равно влага есть в газе. Юрий Таран – водитель с 30-летним стажем. Сегодня он знает все тонкости эксплуатации любой машины. Быстро приспособился и к транспорту с газовым двигателем. О новой спецтехнике отзывается положительно. Неудобства водитель испытывает лишь на заправочной автостанции. Заправки бы сделать по уму, заезды. Вот у меня длинномер очень тяжело. В общем, подъезды не предусмотрены. Для легковых машин – пожалуйста. А для грузовиков это надо где-то когда-то. Где-то расцепиться, заехать, заправиться, потом выезжать. Не обдумано. На Айхальской площадке эксплуатируется только несколько единиц техники с газовым двигателем. Большого опыта работы на таких машинах у водителей нет. Работники подразделения «Алроса» только присматриваются к новым авто. О большой экономии ресурсов пока не говорят. Эти баллоны поставили, объем кузова уменьшился. Он уже массу перевозил груза, меньше возит. Даже в ремонте он же сам не может никуда залезть, только по ходовой части, а уже надо специалистов по газовому. В Айхальском ГОКе специальный газовый транспорт пока не эксплуатируется. Для использования газомоторного топлива переоборудовали более 50 единиц техники. Это автобусы марки ПАЗ, автомобили ЗИЛ и ГАЗ, служебный легковой транспорт. Изначально практически у всего транспорта была незначительная потеря мощности. Мы вынуждены гонять машины к установщику. Поменяли практически на всем транспорте свечи зажигания, бронепровода. Несколько машин перенастраивали не один раз, но в конечном итоге сейчас весь транспорт эксплуатируется. Все в принципе в работе. Газовую технику в комбинате ждут в ближайшее время. На вооружение предприятия поступят автобусы, самосвал, дорожная и вахтовая машины. А пока под новую технику необходимо переоборудовать гаражные боксы.